Добрый день, друзья! Сегодня у нас пациент Honor 7A, именно A без Pro. Это у нас модель Дуо L22. Телефон у нас висит на аккаунте Google. Не забываем, что разблокировка найденных, краденых телефонов – это уголовное наказуемое деяние. Можно за это присесть нормально, поэтому телефон у нас не краденый. Вот от него коробка, документы. Телефон купили в магазине, все как обычно. Там его устроили благополучно, отдали клиенту и все. То есть не пароли, ничего не дали. Телефон пользовался, потом подвис, всего лишь решили сбросить через recovery и получилось то, что получилось. Это видео для патча безопасности от 5 декабря 2019 года и, я думаю, выше, потому что для ранних версий есть вариант разблокировки. До 5 нет. Огромная благодарность Плюско Михаилу, если бы не его видео, я бы вообще не разблокировал. Так что, Михаил, спасибо. Но приступим. Сейчас я вам покажу, что у нас действительно все заблокировано. Пароль я скрывать не буду. Ходите, приходите. Сидите в Wi-Fi, мне не жалко. У меня скорость хорошая. Так, нажимаем далее. Далее. Ну, вот, заметил я, что он подтупливает. Прям так нормально. Меня поразила вообще система блокировки вот этого телефона. Я ломал 10i, 9 Lite, 10 просто. Ну, много Honor ломал. Прямо не ломаются так, как семечки. Вот этого товарища я ломал, ну, три вечера. Так я занимался им. Три вечера я его ломал. Не мог прям сломать. Но благодаря видео плюску Михаила я его взломал. Но сам тоже я там маленько задумался, поэтому это не просто переснятое видео. Смотрим. Сейчас у нас телефон покажет, что он заблокирован. Проверка обновлений каких-то постоянно. Настройки как новое устройство. Проверки. Много раз уже обращались с такими проблемами, когда телефон в магазине настраивают. За это еще и деньги люди берут. Которые настраивают в магазине. Но, увы, не дают пароли. Или дают где-нибудь на чеке и напишут. Чек, как обычно, теряется или выцветает. Ну, выбрасывается. И люди попадают на блокировку аккаунта. Вот видим подтверждение аккаунта на устройстве. Восстановлены настройки по умолчанию и так далее. Видим, да, аккаунт у нас здесь специально я уже ввел свой аккаунт гугловский. Сейчас телефон просто перезапускаем. Так, телефон запустился. И приступим вообще. Изначально телефон нам не нужен. Нам нужна карта памяти. В описании под этим видео есть ссылка на сайт с прошивками. Идем на сайт. Качаю прошивку 1.0.0.136. Именно эту прошивку качаем. Только на ней у меня получилось. Качаем прошивку. Раз архивируем архив. В нем две папки. В одной из папок есть еще один архив. Его тоже распаковываем. В нем папка DeloT. Ее кидаем на карту памяти. Также кидаем в папку DeloT все файлы, которые были в тех двух предыдущих папках. Тем самым заменяем файлы, которые были в DeloT на файлы, которые были в папках. И прошиваем телефон. Для тех, кто не знает, как прошивается телефон, берем, зажимаем три клавиши одновременно. Ждем, пока не провибрирует. Провибрировал. Отпускаем клавишу питания. Держим клавиши громкости. Телефон у нас переходит в режим прошивки. Сам прошивается, сам запускается. И вообще прошивается очень легко. Теперь, после того, как вы его прошили, у вас получается прошивка 1.0.0.136. И теперь можем приступить уже к методу плюска Михаила и расплакировать телефон. Вообще можно разными способами зайти в Google Chrome, но мы будем действовать именно как Михаил. Уже проверено. Берем двумя пальцами, зажимаем в любую область экрана. И держим. Тем самым включаем толпэк. Толпэк у нас стартанул. Теперь берем палец и рисуем букву L в произвольном месте. Потом толпэк настройки. Зашли в толпэк настройки. Теперь берем, зажимаем клавиши громкости. Держим. Обе. Толпэк не отключается, да? Хорошо. Теперь давайте так. Пойдем. Двумя пальцами идем. Прокручиваем настройки толпэк до самого низа. Идем. Пункт Help and Feedback. Два раза на него нажимаем. И переходим настройки помощи. Давайте пробуем здесь выключить толпэк. Толпэк также не отключается. Очень интересно. Почему? Давайте. Нам надо по-моему вот этот пункт. Выключаем пункт Explore by touch. Идем дальше. Опять Help and Feedback. Выключаем звук на телефоне. Странно, почему не отключил столбэк. Ну, бывает. Ладно. Идем. Здесь первый пункт. Попадаем в описание, я так полагаю, толпэка. Включаем видеоролик. Так, тихо. Я же вроде выключил звук. Все, звук мы выключили. Нажимаем на название видеоролика. Открывается у нас YouTube. Теперь это видео мы сворачиваем, выключаем и идем по YouTube. Нажимаем на любое видео три точки. Попадаем мы в такое подменю. Здесь нажимаем кнопку Share. Теперь мы нажимаем кнопку Поделиться мессенджером. Здесь New Messenger. Вот сюда мы пишем любой произвольный номер телефона. Нажимаем кнопку Enter и попадаем в мессенджер. Нажимаем кнопку плюс. Нажимаем на камеру. Делаем произвольное фото. Нажимаем на это фото. Нажимаем кнопку Поделиться. Поделиться нажали. Теперь кнопка C-Alt. И здесь выбираем Google Maps. Открывается он с карты. Здесь. Не туда. Извиняюсь. Skip. Allow. Cancel. И нажимаем на кнопку Определение местоположения. Ждем пока телефон определить наше местоположение. Так. Местоположение он наше определил. Теперь нажимаем на поиск. Пишем сюда любой город. Давайте Челябинску. Недалеко было. Старт. Будет. Итак. Телефон нам проложил маршрут до нашего пункта назначения. Теперь нажимаем на кнопку микрофон. И говорим Open Google. Тем самым мы заставляем его открыть. Сейчас. Еще раз. Open Google. Что долго думает. Все. Тем самым мы оставляем телефон открыть приложение Google. Теперь здесь мы вот это выкидываем куда-нибудь вниз чтобы не мешалось. Здесь нет спасибо. Вот сюда мы пишем две буквы. Буквы CH и выбираем Chrome. Тем самым мы попадаем в Chrome. Здесь подтверждаем. Следующий. Выбираем поисковую систему Яндекс. И нет спасибо. Теперь в поисковую строку пишем сайт плюску Михаила. Этот сайт у нас телеет.ру Тем самым попадая на сайт Михаила нажимаем вот сюда на подменю теперь файлы для снятия ФРП Сейчас телефон маленько подумает потому что телефон такой слабенький честно говоря вообще мне он не нравится в телефон но тем не менее надо его сбросить Теперь мы идем ниже видим Android 6 хотя у нас Android 8.1 но не суть скачиваем файл 1.6 АПК нажимаем скачать телефон подторможивает Continue Hello Давай и теперь скачиваем так это что у нас открылось все ОК Файл у нас скачался теперь нажимаем еще раз на скачать файл и на название и на название файла мы попадаем в меню установки тут настройки разрешаем Chrome устанавливать приложение и теперь установить почему я говорю что работает только на прошивке 1.0.0 .136 потому что на других прошивках у меня сколько я не пробовал у меня не устанавливается приложение одно устанавливается второе нет или одно устанавливается второе не работает короче вот так все прошивки я сколько перепробовал а я перепробовал пять прошивок это точно на всех так не работает теперь скачиваем файл 2 АПК точно так же ОК теперь еще раз скачайте 2 apk и идем теперь его ставить качаем файлы ничего не боимся у нас тут обычный google аккаунт и фрп приложения запускаем его здесь мы нажимаем три точки войти через браузер ok и мы попадаем вход в браузер сюда вводим уже существующий аккаунт google заранее можно создать можно не создавать может у вас там есть пишем сюда настоящий аккаунт google от которого вы знаете пароль у меня аккаунт за создан час его аккаунт у меня фейковый так что мне в принципе не жалко gmail.com есть next теперь вводим от него пароль приложение у нас проходит активацию и вылетает теперь мы перезапускаем телефон видео уже затянулось минут на 15 наверное но ничего сколько я потратил времени пока разблокирую телефон 15 минут это ничто по своим с этим я думаю я такой не один так что товарищи то что не понял прошу в комментарии я всем отвечаю ну по крайней мере стараюсь отвечать бывает что не сразу конечно но отвечаю обсудим можно даже списаться где-нибудь там как-то еще может кому-то что-то непонятно тут один товарищ писал конечно извини друг я знаю ты будешь смотреть с прошлым фрп на 10 ай тоже у него не мог он не мог снять фрп по моим видео оказалось что не 10 а 10 light вообще так что будьте внимательны это у нас 7 а именно 7 а без про и прошивка сюда от про не встанет никак и на про от него тоже не встанет прошивка так здесь мы уже можем выбрать русский язык чтобы нам было удобнее так я слепой мог его пропустить нет не пропустил вот русский язык русский россия убираем в россии живем пропустить далее далее там у нас уже галочки стоят все уже может кто заходили такой файл нас подключен нажимаем далее подключение проверка бы ну стандартно все так настроить их новое устройство и еще 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 принять так здесь мы позже нам не надо ставить блокировку экрана она нам ни к чему сейчас уже пропустить перенос данных нам тоже в принципе ни к чему пишем пропустить окей так опять блокировки какие-то пропускаем нам ничего этого не надо мы сейчас все равно аккаунт удаляем который мы вбили и сбрасываем телефон отдаем ему клиенту клиент уже четвертый пятый день ждет этот телефон так что надо сейчас приду отнесу уже тут недалеко работает так что прогуляюсь заодно подушусь и животного погода хорошая сегодня минус 5 градусов на улице очень хорошая погода вчера у нас плюс 5 было плавали все так так закрыть подождите подождем начать все это победа телефон у нас помер ладно шучу телефон у нас разблокировался я пока его разблокировать пытался я вообще всякие разные методы сам уже придумал я уже попадала на рабочий стол и правом заблокирован и в настройке и короче где только я не был через меню экстренного вызова я попадал теперь мы что делаем идем в аккаунты видим наш аккаунт гугловский мы его отсюда благополучно удаляем удалили все теперь берем выключаем и делаем сброс настроек ему еще раз а на этом все товарищи ставьте лайки 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 подписывайтесь на канал в комментарии пишем кому что непонятно ссылка тоже в комментариях на сайт михаила тоже оставлю ссылку все до новых встреч пока пока